На открытии фотовыставки возникла такая идея по ходу общения, а не встретятся ли нам с литеранами вместе с молодым поколением. Вот сегодня я даже пригласил генеран, это среднее поколение, наверное, уже песня. Да не, молодое. Среднее стаи молодой. Среднее стаи молодой. Родоватый. Вот. Для того, чтобы пообщаться, мы порвали обстановки, попить чайку, вообще послушать друг друга, меняться. Ветераны нас чего-то научат, молодое поколение что-то перебет, и нам будет полезно. Я что-нибудь расскажу. И вообще сделать это в нашей встрече регулярно. Никаких речей говорить не буду, буду слушать и общаться. Вот те два. Вот это портрет. Портрет Мусина. Это наш коверный. Ну, мы работали несколько городов подряд, и все говорили, только Элла может с ним справиться. Потому что я его обмирала, сажала, обмахивала, откачивала, и он выходил на манеж. И вдруг приезжает в одном городе, в Одессе мы работаем, приезжает начальство. Это Москвы. Ну, в лесное, московское начальство. Значит, все бегаем, костюмы лучшие, это лучшее, все, готовимся. Как? А потом я говорю, а где Костя? Мне говорят, с Костю? Видали? Нет, нет. Я бегу, открываю гардеробную, сидит Костя. Улыбается. Я говорю, Костя, что? О, мамуля, мамуля, все хорошо. Я говорю, тебе работать надо. Буду работать, буду работать. И чуть не падает. А я, значит, хватаю Костю, это Одесса, рядом с выходом в манеж, кто работу знает, там гардеробная. Коверный, где как? Медпункт, с левой стороны. А тут инспектор. Я залетаю туда, говорю, выходите, выходите скорее отсюда. Выгнала этого врача, все. Сажаю Костю. Сиди только, держись за эти, за ручки, держись. Я беру сейчас, я знаю, что если бы я сейчас нашему кому-то налила полбутылки на шатыря и приложила, он бы, наверное, отдал концы. Я наливаю, прикладываю, и Костя, хватит, дискране не хватает. Он вдохнул, и как он ударит ногами, я лечу. Летит этот, причем, ну, как у нас было обычно, два кирпича, на них стоит этот, как она? От, ну, электроплитка, на двух кирпичах электроплитка, и стоят в медпункте, кипятятся. Это все летит, мне стучат, или что там? Я говорю, все нормально, все нормально, подождите. В общем, короче говоря, идет номер, я показываю. Нет, значит, стоит инспектор, директор в главном проходе, показывает ему, нет. Проходит пять номеров. После пятого номера я выпускаю Костюм. Но я ему зажала, вылила, зажала рот, вот это у меня мотанул, и потихоньку отошел. Я вижу, что что-то может сделать. Отработали. После конца собирают, значит, директор собирает всех, поздравляет сначала, все. И потом отбирает несколько человек, идем в ресторан. Приходим в ресторан, садимся. Я сижу, как на иголках, ну, думаю, что сейчас мне отдадут по мозгам, почему, не знаю, мне. Но сижу потихоньку. Потом уже разговорились, и я обращаюсь к нему, и говорю, скажите, пожалуйста, «А как вам наш клоун, наш коверный, наш Костюмус?» Он говорит, «Вы знаете, я такого еще не видел. Это от Бога. Господи, мне стало так легко, так хорошо. Я села, наливаю, я говорю, ну, давайте выпьем за нашего коверного». Он говорит, «Давайте». Выпивает, ставит и говорит, «Я себе представляю, что он может делать, когда он трезвый». И все, и меня вот так вот. Братья Ширманы. Боже мой, дядя Рома, золотой ты мой. Благодаря его я оказалась в церкви. То есть как, Ширманы? После войны. Куда-то приехала бригада, какие-то были там, ну, вот, братья Ширманы. И левые концерты какие-то делали. Это после войны. Это 47-й год. 46-й год. И я пришла к ним, а я приехала, как раз это западная Украина, перемышляет, как раз на границе, приехала из концлагера, из Германии, была в концлагере. И только приехала, и вот такая вот. И вдруг цирк приехал. Маленький фургончик. И вот клоуна, и потом там монастырские были. Лялечка какая-то монастырская. В общем, было так. И я пришла к ним наниматься. Я говорю, возьмите меня к себе. Возьмите меня в цирк. А дядя Рома говорит, ты знаешь, детка, вот у нас лялечка есть, монастырская девочка, она работает. А сейчас после войны нужны артисты только с дипломами. Только те, которые будут учиться. Вот это дядя Рома Золотойчик. Это сказал. И дам мне адрес, чтобы училище цирковое, 5-я улица Южского поля, написал мне. Я прям схватилась бумажку. И написала в Москву. Это значит, как, в сконслагере, в Москву. И из Москвы мне присылали письмо, что, да, мы вас примем, только нужно 7 классов. А я училась. Первый класс был 3-й, второй был 5-й, и потом на 7-й. То есть после войны, я уже девочка выросла, мне было, когда меня в Германию загнали, мне было 8, а тут мне уже 4 года, это значит, мне 12. И мне нужно 1-й класс. И я начала шагать через, вот так вот. И, в общем, короче говоря, я это говорю больше молодёжи, потому что артисты цирка знают мою биографию. И как-то я 2 дня была, как-то 2 дня я была очень известная. Снимали на телевизору, показывали кино о нашей жизни, о Германии, как ей повезли в Германию. В общем, это наши артисты знают. Вот, написала письмо, мне сказали, девочка, я начала шагать. Первый класс у меня был 3-й, потом у меня 5-й, потом 7-й. Я ничего не знала, у меня было всё 3. Я хорошо так слушала подсказки, вот так я училась. И я приехала в училище к цирковому. У меня 3-3-3-3-3-3-3. Чемодан обширный какой-то тряпкой. Я была в детдоме, во время войны я заняла в Германии, и потом я приехала, и то есть, и приехала в Москву. Я была такая бездарная, а я не знала ничего. И отправить меня некому. Был директор Барзилович, который очень-очень меня пожалел. Он что-то подозревал на меня. Но биография моя была, я нигде и не была. Я была только в детдоме. И разбомбили, всё потеряли, документов нет. Нет, и так, иначе бы никогда в жизни меня по Москве не было. Директор Барзилович. Ну и потом я, конечно, узнала всё, что и как. И это так, а я должна лучше, нет. Вот это очень хорошо, но мне же надо что-то другое делать. То есть, короче говоря, я вылезла в люди, а себе я говорить не буду. Может сказать обо мне Крема, Сеулии, может Почерникова много сказать. Те, кто меня видели, Почерникова хорошо обо мне говорят. Я говорю, я тебя всегда боялась, я говорю. Ты же партийная, я вскрывала всё. Я 65 лет скрывала. А потом, значит, в газете появилась такая статья, что те люди, которые были в концлагере в Германии, то их реабилитировали и ещё деньги заплатят за это. И тогда я первый раз начала говорить, что я, то я говорила всем, что я верблюд, а потом я начала говорить, что я не верблюд. И я все документы собрала. Вам скучно, что я так много и поняла? Ну вот, скучно, да? Сейчас скажу. Короче говоря, подбежим к цирку. Ну, таким образом, я выпустилась из училища. Ну, из училища выпускают, а потом ты уже сам. Меня выпустили жонглёр, эксцентрик. Ну, мне это так не нравилось. Я так с Болду хотела. А мне все говорили, ты большая Лина, тебе не воздух, тебе нужно, я булавы, тебе бросаю, шарки бросаю. Я ей бросаю, специально выкидываю. Ну, короче говоря, выпустила свою так. Потом, значит, работала групповой номер жонглёр, а потом решила, нет, надо делать что-то своё. Ну, и тут я стала трудиться. Так как я трудилась, это, можно сказать, вот сейчас вот кто меня знает. Знают меня многие, многие. И вот спасибо дяде Рому Ширман, вот который меня вылюбил. А потом мы работали, жили уже в кооперативном доме вместе с ним. Я подошла и говорю, дядя Рома, я говорю, я не засорила цирк. Он говорит, ты его украсила. Я говорю, вам не стыдно за меня? Он говорит, нет, ты его украсила. И потом первые, когда меня сняли по телевизору, я побежала первые к нему. Я говорю, дядя Рома, а теперь посмотрите, когда я пришла к вам, откуда я приехала. И вот он это всё видел. В общем, короче, и говорит, спасибо Ширману. Даже не училище, а только Ширману. И дядя Рома. И своё трудо. Я слушаю, я вам благодарю, вас благодарю. Мы договоримся о следующем. В Росгосцирку вам дверь открыта? Открыта. Открыта. Давайте договоримся о дверях. Если кто-то закроет, я его закрою. Приходите. Вот главка, помещение, всё есть. Есть центр циркового искусства. Приходите всегда. Мы его возрождаем, пытаемся наладить творческую жизнь. Вот есть идея, кстати говоря, о школе Ковёрных, может быть, о какой-то студии. Есть такая идея, надо пообщаться будет. Фестиваль закончится. У меня два подряд фестиваля. Там будем репетировать. Новая программа, новые номера. Приходите. Соответственно, сюда приходите. Вот это помещение. Давайте здесь встречаться. В общем, у нас есть в Москве «Радуга». Если всё получится, мы полустационар запустим. Я открою. Есть планы в этом году. Автова запускаем. И в Москве «Радуга». Приходите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова